Вот тот вратарь плохо прыгнул, там он случайно перевел в перекладину. Вы знаете, какая это катарка? Вы знаете, как это сложно? Хотя бы вы были хоть на одной вратарской тренировке. Я не просто говорю во дворе, а на профессиональной тренировке профессионального клуба. Я побывал там. Не, ну мы были на самом деле. Не, ну ты тренировался? Нет, мы просто фоткали. А, фотографирую. А я, ребята, в этом принимал участие. Я был неотъемлемым звеном этого коллектива. Это все случилось после чего, после моего поражения Заури Махарадзе. Я не буду рассказывать, просто посмотрю. Выводы все-таки, да. Ну хорошо, а как ты пришел к этому? Я пришел к этому, что всегда нужно развиваться. Всегда нужно идти вперед и вверх. Но это уже другая передача, как аналитическая. Мы развлекательные. Да, но теперь мы поняли, где был Русик вчера. Все вопросы по вчера сняты. Ну показывай тогда, что... И хотелось бы сказать, выразить огромную благодарочку Тищенко Станиславу Николаевичу. Спасибо большое вам за мою крепатуру. Это тренер вратарей Олимпика. Давайте уже смотреть. Давайте глянем. После проигрыша от Махарадзе на меня напала самая настоящая осенняя депрессия. Я долго не мог понять, что я делал не так. В чем, собственно говоря, была основная проблема. Но потом я глубоко проанализировал свой челлендж и понял. Я проигрывал, потому что... Много пропускал. Ну, чтобы не повторять своих ошибок, нужно прокачать личный стил. И для этого мне понадобятся всего лишь две вещи. Это вратарская форма. И профессиональный тренер вратарей. Доброго времени. Как вратаризм? Вратаризм по-мужски. По-мужски. Понятно. Меня зовут Руслан. Меня Станислав. Я видел, как вы тренировали шикарно вашего воспитанника Заури Махарадзе. Сделали из него машину вратарскую. Я потерпел фиаско. У меня такой вопрос. Что от меня нужно, чтобы вы из меня сделали такую машину? Чтобы я так же стоял на ворот? Ну, наверное, вам нужно попасть в машину времени и на 20 лет... На 20? На 20. Это мне 7, получается? 7 лет, да. И профессионально заниматься вратарским мастерством. Но я тоже что-то могу, правда? Вы знаете, у меня для вас есть сюрприз. Наш президент Виктор Григорьевич, и он вас проверит. Посмотрим ваши способности. И, возможно... Проведем работу над ошибками. Проведем работу. Немножко потренируемся. И, возможно, вы даже в январе появляетесь со основной командой на сборы. Как галкипер. Если не будет эфира в халатном футболе. Если это не будет в субботу, да? Да. Хорошо. Ну, поехали разминаться, тренироваться. Есть над чем работать. Думаю, вы еще ни одного вратаря обыграете в УПЛ. По крайней мере, в металле у себя в Запорожском. Это 100%. Давайте пройдемся по азам. По основным тренировочкам вратаря. Вам нужно изменить одну маленькую деталь. Она очень сложная. Это так называемый переступ. Потому что тяжело вырвать свое тело просто вот так вот. Давайте я на практике попробую. Давайте. Руслан, ну для того, чтобы мяч достать из дальнего угла, тем более из верхнего, недостаточно просто прыгнуть. Нужно переступить. Ногами сделать очень резкий переступ. То есть это сделать нужно вот так вот. Оп. И тогда у вас будет намного больше шансов. Но это доводится до автоматизма. И вы не будете успевать. Я даже не буду думать. Вы не будете просто это успевать и делать. Но пока я просто вам покажу, как это делается в переступ. Потренируем. Ну не так плохо. Давай еще в тот же. По средине ворота теряешь постоянно. Вот это другое дело. Ты мяч достал уже на уровне штанги. Молодец. Смотри, как ты тянешь уже. Удар. Наметанный. Ага. Нажимайся спокойно. Легко ты должен себя чувствовать. Или уже делом в своей барьере. Очень неплохо. Руслан, ты готов? Ага. Молодец. Молодец. Хорошо ногами работаешь. Устал уже, наверное. Давай заключительный. Ваня. Хорош. Ну, вроде, немножко лучше. Ну, что я могу сказать. Я думаю, Английская премьер-лига потеряла очень именно перспективного вратаря. Я не потеряла все впереди. Мне все лишь 27 лет. Все нормально. 27, да? Ну, главное, верить в себя. Я думаю, вы обыграете не одного вратаря, а в УПЛ. В УПЛ, да? Да. А вот в АПЛ уже под вопросом, да? В АПЛ чуть-чуть сложнее, но не так-то недалеко. Ну, ваши прогнозы, следующий мой челлендж. Я выиграю, проиграю? Я думаю, после этой тренировки по-любому выиграю. То есть я уже могу гордо говорить, что мой тренер Николаевич, да? Да. Спасибо. Спасибо. Ну, крутяк. Крутяк.